Музыка Музыка Привет Звал хозяев на балкон, чтобы они туда ходили типа пыхать Он подошел к Плинтусу и начал там нюхать. Я поднял палас и увидел, что там лежит пятак. Ты знаешь, у нас ход не мёрт. Я говорю, да. Две американские г... Агенные жабы в террариуме. Сегодня вам предоставляется удивительная возможность послушать несколько историй из моей жизни про животных и наркотики. Итак, начнём историю про дудку. На одной хате тогда было очень много дури. Ну, и она стоила реально копейки. И она была у нас всегда. Завели кота. Кот был прикольный, пучеглазый, а мы постоянно дули на балконе. На этого ни разу не похож. Так как животное молодое и ему всё интересно, он любил находиться в компаниях. А компаний было до хера в то время. И именно в этой квартире. Потому что все собирались, дули и угорали. Поначалу коту не нравился этот запах, он входил с балкона. Но потом мы заметили то, что этот кот постоянно приходит и реально кайфует с этого. Он сидел до талого. Пока, короче, мы курили. Но впоследствии... Ну, мы же ходим курить сигареты. И он приходил, посидев немного, он уходил. Потому что не было именно того запаха, с которого он кайфовал. И впоследствии он уже просто звал хозяев на балкон, чтобы они туда ходили типа пыхать. До того кот приучился к запаху море. И так уж сильно ему полюбилось кайфовать. Позже я начал употреблять героин. И жил на хате с одним типом и с его подругой. Там тоже был кот. По типу того же рыжего, только уже не породистый. И в то время с героином было туговато, в плане того, что его нужно было покупать. Либо заниматься продажей. Так вот, девчонка взяла на реализацию пятак. Ну, естественно, сначала все наркоманы хотят продать и заработать денег, чтобы взять следующий. Можно было травиться и иметь бабло. Но в большинстве случаев, если у тебя очень мало покупателей, это втравливается за пару дней. И остаются лишь долги. Так вот, однажды, взяв пятак на реализацию, мы сидели дома, сделались. Ну, как это бывает? Типа по чуть-чуть, потому что надо продавать. А это чуть-чуть, оно ни в голове, ни в жопе. И всем хотелось, естественно, больше. Ну, по крайней мере, мне точно. Да им-то 100%. Такая же херня. Естественно, я не удовлетворился этой дозой. Сделал и думал, как бы выморозить и выморочить побольше, чтобы было по кайфу. Но в этот момент они собрались за пивом в магазин, и я понял, что это мой звездный час. Но она сказала, чтобы я вышел из зала. Была однушка. Я пошел на кухню и понял, что в зале будет спрятан так герна, который мне нужно будет найти за то время, пока их не будет. Магазин находился в двух подъездах, и я понимал, что времени у меня катастрофически мало. И как только они захлопнули за собой дверь, я судорожно начал искать этот пятак. Я прям реально знал, что я его найду. Каким образом, конечно, не знал. И тут я заметил, что этот кот, он подошел к плинтусу и начал там нюхать. Я сразу понял, что это просто бинго. И этот кот меня навел на то, что я с таким вожделением искал. Я поднял палас и увидел, что там лежит пятак. Так, погладив кота и сказав, что ему нужно работать на таможне, я быстро побежал на кухню. Пока я это все размазловывал, насыпал, замазловывал, разводил, делался в ванне, промывал телегу. И тут я слышу, что просто открывается дверь. И я уже просто бегу, ложу этот пятак по-быстрому. И сажусь, как ни в чем не бывало, пью остывший чай. Ну, конечно же, я увидел на себе подозрительный взгляд этой девчонки. Но мне было похеру, я сделал все по красоте, и мне было просто по кайфу. Я сидел в зале, в Тухал. Они сидели на кухне, и я знал, что они делаются, но они меня даже не позвали. И я понял, что все вообще как нельзя лучше просто развернулось. И мне нахер не надо было ихнего приглашения, потому что я все сделал без них. С помощью ихнего же кота. Прошло несколько лет, эта подруга успела отсидеть срок в колонии-поселении. И придя домой, она увидела, что ее парень вовсю кашеварит крохотил. Реально, такие хаты, вот именно таких хат, я еще нигде не видел. Я видел, что засрано, срачник и все остальное. Но зайдя туда, там было реально просто три пустых места, в которые можно было наступить и пройти просто к койке. Все остальное было засрато. Ну, мусором, наверное, сантиметров 40. Она, конечно же, охерела. И она тоже очень сильно боялась этого крохотила. Она убралась, она помыла посуду, навела порядки, чистоту. И наркоманская душонка, конечно же, взыграла. И она попробовала этот крохотил. Спустя некоторое время попробовал крохотил и я. И я уже начал ходить на эту варочную хату каждый день. И однажды они подобрали с улицы кота. Обычного кота. Обычной вот этой серой раскраски дворовой. Но он был такой кайфный. Он был настолько жирный. Я не знаю, кто его так откормил. Видимо, он там по магазинам ходил, его подкармливали. И с таким наглым выражением просто морды. Но прожил он у них не очень долго. Это было лето. И, естественно, окна были все нараспашку. Потому что это постоянное кашевариво. Постоянно включена эта комфорка. И очень жарко. Помимо того, что на улице жара и лето. Окна были открыты. И этот кот находился на кухне. Он, видимо, просто не вынес вот этого запаха реакции. А там реально такой пахер. Просто пропитывается все. Одежда, кожа. За километр. Вот чувствуешь просто этот запах. Нельзя ни с чем перепутать. Крокодиловых наркоманов можно отличить сразу по запаху. И как-то раз, подойдя к окну, сзади дома, созвонившись и ждав того момента, как мне скинут ключи, чтобы я мог открыть домофон, входную дверь и зайти. Потому что по домофону никто ничего не открывал. Домофонная трубка была просто оторвана. И по звонку в дверь, опять же, никто бы не открыл. Скидывались ключи, и люди заходили. И как-то подойдя к окнам, я увидел, что под окнами лежит этот офигенский кот. Есть два предположения. Либо он прыгнул за птицей, либо он реально не выдержал этого запаха. Ну, к чему я склоняюсь, конечно, к второму. Потому что запах реально едкий. Поднявшись, я не стал рассказывать об этой ситуации подруге. Почему именно рассказывать? Да потому что все находятся в таких состояниях, что они не замечают, что у них происходит перед носом. Когда люди варят, они употребляют минимум по 10 раз в день. Когда постоянно эта вся движуха идет. И там уже не видишь, кот там есть, нет. Когда у тебя постоянно через твою квартиру заходит, наверное, человек 20 за день. Там, знаешь, не уследишь уже за этим. Не стал я ей говорить об этом коте, потому что она на тот момент была очень нервная. И вся варка могла сорваться лишь из одного ее нервоза. И только под вечер, придя уже второй раз, я опять же молчал про этого кота. Люди приходили, и никто, никто, ни один не сказал, что у вас лежит под окном ваш кот. И только вечером она мне сама объявила об этом. Типа, а ты знаешь, у нас кот умер. Я говорю, да. Дабы не сорвать варку. Ну и она мне рассказала про то, либо это за запах, либо за птицу. Так умер кот. Позже я завязал с кромодилом, потому что эта варочная хата развалилась. Из-за того, что ее обитатели довели себя до крайних состояний. И их родители забрали по домам. И я начал тусоваться в совершенно другой хате. Можно сказать, это тоже была в Бладхата, потому что там варился амитамин. Там выращивались б***вы, дурь. И помимо всего этого, там обитала кошка, которую не раз накуривали. Но речь пойдет не о ней, потому как эксцессов с ней никаких не происходило. И помимо этой кошки обитали две американские г***ногенные жабы в террариуме. Именно тот вид жабы, которая так часто мелькает в мультиках «Симпсоны». Возможно, у вас возникнет вопрос, где он их достал. Реально этих жаб держать запрещено. То есть это тот же наркотик. Если у тебя их найдут, у тебя будет статья за них. Этот пацан просто знал одного знакомого, который разводил этих жаб. И он взял пару маленьких лягушек. На тот момент, когда я там был, эти жабы были примерно с ладонь. С ладонь это небольшие жабы. Они вырастают с две ладони. И имеют в своем арсенале галлюкогенный яд. Для того, чтобы защищаться от хищников. В данный момент хищниками являлись мы. Жабы были молодые, но они уже давали яд. И мы решили надавить его. Почему надавить? Потому что в большинстве случаев применяется именно этот метод. Вообще, по сути, нужно сделать какое-то раздражающее действие, чтобы жаба дала яд. Либо просто надавить на эти пазухи, которые выделяют их. Они находятся на ногах и за ушами. Придя на кухню, мы начали давить этих жаб. Яда было очень мало, потому что лягушки были маленькие. Точнее, жабы. Но все равно, какое-то количество мы собрали. Растерли на стекле, чтобы яд высох. Собрали его. И этот пацан предложил мне покурить его. Я, конечно же, с удовольствием согласился. Водный. Целая пробка. Табака с ядом. И я напаснулся. То ли жабы были молодые, то ли яда было мало. Но у меня чисто поменяло цвета. И появилась какая-то легкость. Больше я ничего не ощутил. И это не длилось довольно-таки долго. Но сам факт того, что мы попробовали этот яд. Хотя и путем таких мучений. Потому что эти жабы испытали на себе и биение током. И палочкой ковырялись у них в носу. И просто щелкали по носу. Для того, чтобы они выделили яд. Но никак не получалось, поэтому мы его выдавили. Бедные жабы. Впоследствии одна умерла. Но не от давки. Может просто от стресса, что она находилась в такой хате. Пойдем-ка, подкурен-ка. Пойдем-ка, подкурен-ка. Пойдем. У этого пацана еще до всего этого. До варок, до выращивания и жаб. Всегда жили попугаи. И меня всегда волновал вопрос. Почему они у него так быстро меняются? Сначала один, потом второй, третий, четвертый, пятый. Но только под конец всей этой истории я добился от него вменяемого ответа. Он сказал, что он их просто накуривал. Постоянно накуривал. И они дохли. От накурки. Видать, не заходило, как тому коту с балкона. Вот такие небольшие зарисовочки про животных из моей жизни вы сегодня услышали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА